Друзья, всем привет! Я вижу, что ролики про недвижимость и жизненные истории людей вам действительно интересны и неплохо заходят. Именно поэтому сегодня у нас новый выпуск. В данный момент мы находимся буквально в 8 километрах от МКАД в городе Люберсе, куда нас пригласил один из зрителей, акционеров канала в гости. Он купил себе однокомнатную квартиру в ЖК-самолет. Он пожил здесь достаточное количество времени для того, чтобы поделиться с нами своими наблюдениями, дать честный отзыв, каково оно проживать вот в этой новостройке, за сколько он ее купил, сколько она стоит сейчас, какая здесь инфраструктура, за сколько они в реале добираются до станции метро, до работы, до Москвы. В общем, в этом видеоролике будет много полезной и интересной информации. Досмотрев его до конца, вы узнаете, что такое новостройка, казалось бы, в 8 километрах от МКАД. А из нашего окна граница с Москвой видна. Вот интересная особенность расположения данного жилого комплекса, что из окна мы видим дома, которые относятся к городу Москва, а мы же находимся с вами в Московской области. И если посмотреть на все это с воздуха, то мы видим одно, что все здесь сплошь и рядом застраивается новая межика. И, конечно же, все они строят высотные многоэтажные дома. Но если посмотреть также по сторонам, то буквально под боком можно увидеть различные СНТ, где есть земельные участки, есть дачные домики и, конечно же, основательные богатые частные дома. Знакомьтесь, Александр. Александру 33 года. Саш, огромное тебе спасибо, что готов рассказать, показать, пустить в гости. Давай начнем по порядку. Откуда ты, как ты решился покупать квартиру здесь? Почему здесь? Вот кратенько расскажи вот эту историю. Я сам из Москвы, родился и вырос в Москве. Квартиру здесь мы решили приобретать очень просто. Цена была достаточно демократичная. Цена была заквартирована, это оптимизорительство 2,8 миллиона рублей. В каком году? В 2015 год, июль. Заезжаешь ты в каком году сюда? Уже полностью заезжаю в мае 2017 года. То есть дом сдали в январе 2017 года. Почему выбрал именно здесь, в Люберцах? Когда сюда въезжаешь, ты едешь, здесь реально прям район новостроек. Вот все, что есть в полях, кругом-кругом-кругом строительство. Смотри, выбор был самый простой. Это, в принципе, единственное жилье, на которое хватило первоначального взноса по ипотеке. Все вот эти дома, они построены на полях аэрации. Ну, тебе, я думаю, понятно, что это такое. Поля аэрации, они же поля фильтрации, это участок земли, на поверхность которого распределяют канализационные и другие источные воды. В целях их очистки. Это разновидность водоочистных сооружений. Простыми словами, на эти поля выливают говно из канализации. Строят действительно ударными темпами люди, ну, то есть в геометрической прогрессии здесь начинают появляться. Ну, так же, как и машины. Насколько я знаю, здесь поблизости какой-то полигон мусорный, куда свозили, он сейчас рабочий? Официально нет. Ну, первое время здесь пипец, конечно, воняло. А сейчас не воняет? Сейчас воняет, если только лоссом, если ветер в свою сторону идет. Но нам вот в части, ну, вот этот мой дом, да, нам в этом плане повезло, потому что, ну, нас вот эти дома, они частично защищают, поэтому вот здесь нормально, вот туда, где там колледж, да, вот в начало ЖК, там, соответственно, присутствуют запахи. Но не часто, уже в последнее время не часто, что хорошо. А когда мы покупали здесь квартиру, да, то есть застройщик чем всех заманивал? 800 метров до метро. Действительно, ну, как бы здесь не 800 метров, если 35 минут идти. Ну, конечно. Вот. И история какая? Оказывается, ну, вроде бы как, когда застройщик делал эту рекламу, метро Некрасовка планировалось как раз где-то в районе 800 метров, то есть, ну, вот недалеко вот от тех домов. Ну, вроде бы как, якобы, не знаю, правда, нет, ее перенесли, она оказалась там, где оказалась. А если вы предпочитаете утром отправляться на работу на вашем личном автомобиле, то, конечно же, будьте готовы постоять в пробочках. Так, например, утром пересечь МКАД вам потребуется потратить порядка 40 минут, а то и час. Это только для того, чтобы добраться до Москвы, пересечь МКАД. Я уж не считаю то, что если вдруг, не дай бог, ваша работа находится на другом конце Москвы или где-то в центре. В общем, ребята, потолкаться в пробках здесь милое дело. Как утром на работу, так с работы. Вот вспомните, как выглядела новостройка, которую мы совсем недавно снимали с видом на Москву-Сити. У которой ни балкона, вообще ни хрена ничего нет. И как сделано даже вот здесь. Смотрите, есть общий балкон подъезда, на который вы можете выйти, там даже те же самые вещи свои послушать. Вот всякое бывает в жизни. Он есть, ты имеешь доступ к свежему воздуху. Раз. Есть балкончики свои небольшие. Есть специально сделанные ниши для кондиционеров. Красивая входная группа, друзья. Ну, на самом деле, мне вообще фиолетово на этот ЖК. Я здесь не живу, я показываю, как есть. Вот, и мы просто делимся наблюдениями. Красиво, аккуратно. Опять же, третий подъезд. Такси приехал, доставка. Они сразу, по-моему, третий, четвертый. То есть, ну, это удобнее, согласитесь. Вот это выход на, соответственно, общий балкон, где можно, ну, соответственно, вот так постоять. Если куришь, наверное, покурить. Ну, хотя бы здесь ты вышел в свежий воздух. Вот опять же, когда пандемия была. Я уверен, ты вышел, взял с собой стульчик, присел, посмотрел по сторонам. Ну, хотя бы вдохнуть свежего воздуха. Здесь, посмотри, пожалуйста, пандус, коляску, удобно, все. По навесу даже, на самом деле, в дождливую погоду ты вышел. Но это гораздо комфортнее, удобнее. Ну что, пойдем посмотрим. Опять же, дом у тебя получается монолитный. Считается, мыслитный, да. Посмотрим, послушаем, что ты расскажешь. Как здесь шубоизоляция, как здесь соседи, как здесь качество постройки. Ведь тебе есть что рассказать. Вперед, залетайте. Здесь находится консьерж РАС. Сквозняка дикого, как вот в ЖК Мукомольном, нет абсолютно. Сюда заходишь, здесь тепло, не жарко. На улице сейчас примерно минус 17 градусов. К отделке отдельный вопрос. Кому-то понравится, не понравится. Здесь, знаете, как бы вот здесь, да, действительно, тоже такой неподъезд. Какие-то офисные помещения. Но с другой стороны, а что еще ждать от подъезда? То есть здесь вопрос спорный. Сам факт того, что здесь ты заходишь сюда, здесь гораздо комфортнее. Ну, как-то, знаете, по первым ощущениям, гораздо круче и четче сделано. Нужно выбирать. Хотя, уверен, если почитать, отзывы негативные про этот дом найдутся. Да и сейчас нам Александр сам расскажет минусы, с которыми он столкнулся. Тук-тук, мы заходим в гости, друзья. Вот сейчас прям вот отличная жизненная ситуация. Посмотрите, как выглядит планировка, как люди обустроились. 2 миллиона 800 тысяч рублей отдали за квартиру на этапе котлована. В ремонт вложили 500 тысяч рублей. Здесь в основном ремонт сделан от застройщика. То есть какую-то мебель заводили. Все, вот под ключ называют 500 тысяч рублей. Это важно. Косяки есть. Об этом Александр расскажет. Мы вам по верху ролика это все вложим. Далее у нас идет совмещенный санузел. Здесь у нас, в принципе, места достаточно. Туалет, ванна, стиральная машинка. Все есть. По пространству, на самом деле, вот казалось бы, квартира 35 квадратов. Но в целом плюс-минус, как бы пока что уютно. Пойдемте дальше. Идем в основную комнату. Здесь проживают они. Плюс у них проживает дочка. Дочке год и семь месяцев. Соответственно, ребенок уже бегает. И как бы говорит папе. Папа, давай быстрее зарабатывай. Я хочу себе отдельную комнату. Потому что сами прекрасно понимаете. Вот так вот. Вот у него рабочее место. Он работает на удаленке. Ну, ребята, когда ребенок играется в удаленку, вы прекрасно понимаете то, что папа старается заработать денежку побольше. В целом, по квартире, значит, отопление, говорит, адовое. То есть, у них есть регулятор на батарее. Ставят на минимум для того, чтобы не было очень жарко. Если поставить на максимум, будет жарище. Ну, а в целом, вот. Как бы, в принципе, сделано неплохо. Светло, уютно. Но вид из окна. Вот пройди, пожалуйста, покажи. Какой вид из окна. Кухня, проходите. Покажи, пожалуйста, улику. Улика, улика. Какая улика? Здесь проживает котик у них. Значит, смотрите. Кухня, в принципе, тоже не маленькая. Вот, посмотрите. Потолки высокие. То есть, здесь как бы в целом комфортно. Опять же, если подходить к планировке, да, и обустройству от дизайна квартиры с расчетами. То есть, нанимать специально себе дизайнера интерьера. То можно обыграть так, что и здесь у вас будет дополнительно какое-то спальное место. Потому что это жизнь. Ребята, и на кухне люди тоже спят, и отдельно себе комнаты целы создаются. Поужинали, расход, все, здесь все разбирается. Человек ложится спать. Телек есть, но тоже плюс. Балкон здесь получается так, что он не утепленный. Утеплять его смысла нету. В силу того, что здесь все тоненькое. Поэтому балкон нужно здесь полностью переделать. Таким образом, у нас сейчас здесь зима, но балкон есть. И это уже хорошо. Летом ты вышел, открыл окошко, подышал воздухом. Здесь можно сделать дополнительные вещи, сушить. Ну вот, потолок покажи, да? Тоже, что такое? Долбили, что-то отвалилось. Тоже, знаешь, на самом деле, если копнуть поглубже. Но это сейчас Саша нам все расскажет, что к чему. Если его утеплить, вот это сломать, можно сделать кухню еще больше. Это будет гораздо больше пространства. Либо можно было бы обыграть его, утеплить, сделать здесь рабочее место. То есть, он бы сидел бы. В общем, есть, да, над чем подумать. Тема интересная. Быть, жилье, особенно когда мало площади, а с ней как-то работать нужно. В общем, друзья, чайничек нам уже супруга его подготовила. Мы сейчас с вами садимся и продолжим наш диалог. На данный момент на дворе февраль месяц, на улице минус 3 градуса. Прекрасная зима выдалась в этом году. Впереди март. Хоть он и календарный весенний месяц, тем не менее, все равно по прогнозу погода, это еще будет полноценная зима. И вот мы сейчас стоим в парке, обсуждаем, что действительно в нашей стране популярно ходить на каток. И вот многие, кто отправляются на каток, коньки берут в прокат. И мы с оператором задались вопросом, а сколько вообще сейчас стоят коньки? Для того, чтобы это узнать, не отправляясь ни в какой магазин, достаточно иметь мобильный телефон, в котором у тебя установлено приложение, знаете чье? Е-каталог, друзья. Конечно же, мы залетаем с вами на Е-каталог. И вот здесь, вот реально, все делается элементарно. Я вам даже выведу на экран, для того, чтобы вам было лучше видно. Находим соответствующий раздел, спорт. Выбираем коньки, смотрим мужские, выставляем фильтр. Здесь есть огромное количество фильтров. И видим, что, например, с виду неплохие конечки стоят 2690 рублей. Женские коньки находил от 1700 рублей. Здесь по Е-каталогу можно выбрать интересующие вас модели, нажать сравнить цены, посмотреть, какие и сколько стоят. Где, в каком магазине сколько стоят коньки. Самое главное, можно почитать отзывы тех, кто их покупал. Есть люди, кто действительно очень любит кататься на коньках, и они пишут детальные отзывы. И на Е-каталоге это можно сделать. Здесь точно так же можно посмотреть динамику цены, как цена меняется за последнее время. Я вам всем настоятельно рекомендую перейти по ссылочке в описании, установить на ваш телефон мобильное приложение от Е-каталог. Вот так вот где-то находитесь, что-то понадобилось, зашли буквально в пару кликов, собрали всю самую полезную информацию. Как только вы привыкнете к интерфейсу, потом еще сами напишут, что реально спасибо, крутое приложение. Ну и также существует полная версия, заходите в Е-каталог и смотрите, какие товары вам нужны. Запомните одно, что сам по себе Е-каталог не призывает вас ничего покупать. Он лишь дает вам возможность совершать ваши покупки с удовольствием. Вся информация есть там. Итак, друзья, зацените нашу уютную атмосферу. Но давайте перейдем сразу к делу. Саш, в 2017 году дом был сдан. Ты приехал принимать квартиру и ты, насколько я знаю, нанял себе специально для этих целей эксперта, который ходил и все уже детально смотрел. Вот расскажи, от застройщика, ремонт, визуально обывателю может казаться, что все круто, какие были косяки? Рассказывай. Смотри, наверное, есть смысл рассказать про саму приемку, как она проходила. Когда была приемка, тоже такой же холод стоял, примерно минус 20 градусов. Мы наняли специалистов и на приемку нам всего выделяли полчаса. Но даже этих 10 минут ему на самом деле он очень профессионально сработал. Ему хватило для того, чтобы быстро здесь все вот так вот с ног на голову перевернуть. То есть он первым делом прошелся сразу, оборудование достал быстренько. Площадь замерил сразу, на следующий день уже размеры, где сколько, какая стена по размерам, чуть не до толщины стены. Косики были следующие, окалы на балконе. То есть окалы, это когда они арматуру варили, они прилипли к стеклу по-хорошему, это замена стекла. Но в принципе это не особо влияло на качество жизни, поэтому такое себе. Самое главное, говорит, по-моему, три или четыре критерия. Первое, это электричество, оно, говорит, у тебя в норме. Второе, это вентиляция, она у тебя в норме. Потому что у многих, как выяснилось, друзей наших, да, общих, вот, висит, соответственно, решетка вентиляции, а вентиляции нет. То есть просто бутафория. Да. Ее снимаешь, а там стена. Да. Классно. Вот, соответственно, электричество, вода, канализация у нас работала исправно. Говорит, это основные критерии, по которым ты, ну, можешь сказать свой фи и не принять квартиру. И, в принципе, у тебя, ну, говорит, вполне нормально, поэтому можешь смело принимать. Он указал, что, да, действительно, там пол, ну, плитка немножко неровная, да, там, вот, на окалы рассказал. Окна, говорит, надо бы по-хорошему подрегулировать, но окна тут уже регулировали, регулировали и без вариантов. И никак не вырегулировали. Да, ты сам чувствуешь, что пол прохладный, да, потому что, ну, вот, такие вот морозы. Короче, надо менять и окна, и балкон, и балкон, и блок, тогда, типа, будет тебе счастье. Он нам сказал, ты, говорит, можешь начать с застройщиком, ну, какие-то прения, вот, но это будет долго. И, как бы, скорее всего, тебе никто ничего не изменит. То есть, плитку тебе тут менять вряд ли кто будет, да, чтобы там идеальный шов был, чтобы там все ровно было. То есть, ну, обычно, как основная задача застройщика, быстрее, быстрее, быстрее сделать, а потом уже по гарантии что-то менять. Поэтому, говорит, если, ну, тебя все тут более-менее устраивает, ну, вот, с этими, да, проблемами, то, в принципе, ты можешь брать и, как бы, жить. И мы взяли, и, в принципе, ну, вот эти проблемы, мы не сильно их видели, вот. Например, даже с плиткой, да, то есть, у нас вот сейчас здесь затирка другая, другого цвета. У нас была затирка, она такого цементного цвета. Она начала вываливаться, и между швами там бычок нашли от сигареты. Ну, то есть, ну, вот так вот тоже вот строят, делают. У меня есть здесь знакомые в ЖК, которые работают на стройке. У нас, получается, вторая очередь, ранее строили первую, сейчас там четвертая или пятая очередь строятся. И вот они говорят, что с каждой очереди хуже и хуже. То есть, с третьей очереди там гораздо хуже ремонт от застройщика, чем, ну, например, у нас. Хочу сюда от себя добавить важный момент. Вот смотрите, да, по квартире есть косяки. Это понятно, что, в принципе, правильно ему сказал приемщик, что если начать бодаться, больше времени уйдет. И в большинстве своем многие люди заходят, начинают ремонт переделать. Здесь уже смотрите сами. Факт в следующем. Я вам вообще в целом рекомендую, если вдруг вы покупаете также квартиру где-то на этапе котлована, когда уже начинаются ремонтные работы, обустройства внутри, найти прораба. Это сделать не так сложно. Вы приедете, вы его выцепите. Прийти прорабу сказать, слушай, есть квартирка под номером 129. И в этой квартирке нужно сделать ремонт лучше, чем в других. Что попросит прораб? Какую-то финансовую мотивацию. Таким образом, договорившись с ним, он уже будет лично контролировать и вести. Потому что ты так не делал. Условно, вам как делали, так и делали. Вот и все. А здесь, поймите правильно, уже будет личный контроль. То есть, у вас будет возможность хотя бы приезжать смотреть. Таким образом, вы получите более качественный ремонт. Буквально недели, по-моему, 2 или 3 назад, лифты начали трястись и греметь. Греметь жутко. Причем, это слышно в квартире очень сильно было. То есть, знаешь, такое ощущение, как будто ножом по рессоре проводят по металлу. Там, х-х-х, вот этот вот ужас. Слышал весь дом, весь подъезд. То есть, у нас есть чат нашего дома. Там люди по подъездам координируются. Вот, соответственно, все это слышали на каждом этаже с 1 по 17. Писали через Местеру в управляющую компанию. И очень долго она этот вопрос решала. То есть, она сначала заявки просто закрывала. То есть, типа, вот конкретно моя заявка. Я написал две заявки на лифт. Они просто пропали. А когда им задали вопрос, ребята, а где заявка? А это проблема в Местеру, ребята. Уточняйте, у них у нас типа ничего нет. Вот, в общем, более инициативные граждане. Они начали писать в Otis, обслуживающая компания этих лифтов. Начали писать в GGI, если я правильно это помню. Вот, и вроде бы как проблема решилась. То есть, мы сейчас ехали, и ты не слышал никаких ни звуков, ни трясок. Ничего этого не было. И сколько прошло времени для того, чтобы эта проблема решилась? Две-три недели. То есть, вот здесь просто вывод такой. Потому что, с одной стороны, например, за снег ты им респектуешь, сейчас все расчистили. А вот тот же самый лифт, как повезет, опять же. А если бы вы не жаловались бы, если бы один человек бы... Ничего бы не было. Это было бы жестко. Ты здесь проживаешь в реале, вот за все время. Ты сколько, 4 года здесь живешь? Вообще 4 года. Как? По соседям? Тихо, не тихо? Смотри, первые, наверное, года полтора нам повезло. У нас соседей вообще не было. Были напротив. Молодая пара, ну вот примерно получается, с ребенком возраста, как нашего, там 1,7. Они снимали квартиру, вот. Но когда ребенок у них плакал, ну, слышно было отчетливо. То есть, ребенок у них просыпается, мы вместе с ним. А то, что ты говоришь сейчас не слышно, ну, это, наверное, везет. Потому что народ, ну, либо там высыпается, либо где-то сейчас гуляет. В будние дни, ну, понятно, как люди ходят в туалет. Это прекрасно слышно. Это все слышно. Как будто кто-то у тебя рядом с ухом это дело делает. Вот. Вот сосед, напротив, он любит огречительные напитки выпить и петь, наверное, начать. Ну, то есть мы под его дискотечку прекрасно это слушаем. Но на самом деле, то есть, ну, как бы, он, в принципе, не мешает. То есть, как к этой ситуации относишься? Мы, в принципе, по-моему, за все время, один раз я ходил к соседям снизу, чтобы они музыку потише сделали. Слышно соседку, молодую девчонку, вот, получается, за этой стенкой. Слышно, как она на своих каблуках приходит вечером с работы, как на работу уходит. Ну, и все. Ну, короче, слышно все, все и вся. Ну, и все. Да, да, да. Ну, в общем, слышно все. Но, замечу то, что нам везло. И, ну, ремонтов, как таковых, тут никто вообще ничего не делал. Если ты заметишь, все двери, которые у вас здесь были, да, ну, вот, входные, они от застройщика. Только мы дверь сменили. Нам, наверное, подфартило то, что соседи сразу, видимо, там заехали. Ну, не стали некие ремонты делать, и все. То есть, ну, вот, в этом плане достаточно хорошо нам. Смотрите, интересный момент. За нашей спиной вон те цветные дома. Это Москва. А мы уже с вами, получается, находимся в Московской области. Покупал ты квартиру, прошло время. Ты заходил смотреть, почем она нынче. С нынешним курсом доллара. И ты был приятно удивлен, с одной стороны. Да. Сколько стоят твои 35 квадратов в 8 километрах от МКАДа? Слушай, смотри, сейчас, получается, самолетовский недострой. Ну, это приблизительно похоже по планировке квартир, да. То есть, примерно так. То есть, там, если по акции, да, то есть, там какая-то квартира, она 5,5 миллионов. Если сейчас посмотреть по сторонам, выглядит все так, в принципе, цивильно. Все достроено, все вроде бы есть. В тот же момент все это граничит рядом с полями. Линии электропередач, куча машин. Вот по инфраструктуре. Детский сад есть здесь? Здесь есть, получается, на этой стороне два детских сада. Ну, вот один как раз под окнами. Там один детский сад и один сейчас строится. Казалось бы, детские сады есть, все строится, все будет. У тебя есть ребенок, да. Вот рассказывай, каково это, когда детский сад возит дома? Ну, все очень просто, да, так как ребенок прописан в Москве. Ребенок у меня родился в июне, в августе я подал заявление на то, чтобы, ну, встать в очередь в детский сад. Мы были там 300 какие-то, прошло, ну, почти полтора года, да, там год, год и семь месяцев. Мы уже там 400 или 500 какие-то. В случае с Москвой, прям хоть сейчас, иди и заселяйся в детский сад, грубо говоря. Саш, внеси, пожалуйста, ясность для людей, почему были 300, стали через полтора года 400 какие-то. Смотри, я для себя понял следующее. То, что МКАД, как таковой, да, это такая прям стена, которая отсеивает, ну, скажем так, людей, которые не могут себе позволить там купить жилье. Соответственно, они все покупают все вокруг МКАДа, например, здесь и так далее. Здесь очень много льготников, ФСО, ФСБ, МВД, им, соответственно, без очереди все дается. Вот, ну, собственно, так все это и работает. Вот так вот это все и работает. А еще есть интересная ситуация у меня у друга, также вот он проживает в ЖК, тоже под домом детский сад. Он рассчитан на 400 человек, а при этом в него ходят в два раза больше. И он своего ребенка, в силу того, что вот под домом есть, а он нет, не пускает его туда, он возит ребенка куда-то там за час, в общем, ехать в детский сад. Каждое утро, час туда, потом на работу, потом обратно. Это тоже важно, когда строится ЖК, у нас два детских сада, у нас школа, на деле вот вам, пожалуйста. А при этом в Москве, вот, человек рассказывает, все быстро. Магазины, куда покупать продукты, ходить? Смотри, ну, соответственно, за этим домом есть супермаркет. Ну, такой он, не особо большой. Сейчас, вот конкретно сейчас проблема решена. Сетевые магазины, которые предоставляют доставку, они все это делают, это удобно. Раньше, ну, если ты хочешь что-то более-менее по-нормальному, пожалуйста, вот здесь в железнодорожном, там, километрах в семи по пробкам ленты есть. То есть там, ну, вот, чтобы тебе реально надо было поехать и спокойно что-то там купить. Тебе надо было в выходной день, утро, наверное, в шесть вставать, потому что иначе потом все, вот это по пробочкам, да, эти семь километров, ты будешь час-два ехать легко. Сейчас, конечно, полегче, вот, но, я говорю, основная легкость это в том, что тебе сейчас продукты доставят на дом, в принципе, по тем же ценам, которые в супермаркете. И я вот этим пользуюсь и, в принципе, ну, мне вот эти выгодины теперь они особо не нужны. В силу того, что это ЖК, здесь очень много молодежи, соответственно, молодежь в выходной день нет-нет, да хочет выйти там, не знаю, в кафе сходить, в детское кафе, в бар сходить. Некоторые там любят, там, кальян покурить, в какие-нибудь нарды поиграть. Здесь есть куда пойти? Одна кафешка, вот как раз вот этот дом, 1126, позиционирует себя как детское кафе, в принципе, нормальная кафешечка, вот, но именно кафе посидеть нет. Есть еще там парочку, вот в той стороне, заведение с шоурмой, где, ну, в принципе, там, втроем, там можно сесть, поесть, да, там они там подают, а так все, то есть, ну, именно где-то, чтобы посидеть, вот именно там, не знаю, там, с семьей, ну, вот это вот только одно, да, так, чтобы с молодежью, нет. А улица лес, пожалуйста. А потому что нечего, потому что многие покупают квартиры как? Покупают в ипотеку, и нечего по кафешкам шататься, отработал, вот, дома с семьей посидел и опять на работу, весь разговор. В подобных ЖК, как правило, как правило, очень много молодежи, соответственно, пенсионеров, либо же каких-то, вот, как вот говорят, там, алкашей, там, переселяют, их здесь, как правило, не встретишь. И многие люди за это, у вас есть свой чат, вы как-то можете общаться с жильцами дома, то есть, такой некий шаг вперед, такое, в некое будущее. Но при этом ты отмечаешь то, что и среди таких, вот, казалось бы, культурных воспитанных соседей есть не совсем порядочные люди. Вот расскажи ситуацию, то, что ты выходил, находил мусор внутри дома. Да, ну, то есть, смотри, у нас мусоропровод заварен, вот, соответственно, мусор выносить надо на улицу. То есть, мы в третьем подъезде мусорка рядом с первым подъездом. Получается так, то, что бывают люди, которым прям влом, видимо, донести, они оставляют мусор либо на лестничной клетке, либо там рядом с лифтами, либо вообще, там, ну, были случаи, там, чуть ли не рядом с дверью, да, там, им там в чат написали и так далее. Вот, но, понимаешь, молодежь, это все, конечно, хорошо, но не каждая молодежь, она, ну, адекватная, грубо говоря, да, есть там даже инстаграм этого ЖК, там, даже не один, наверное, десяток. Инстаграмов. И очень много, ну, там, историй, случаев про то, как там пьяный какой-нибудь чувачок там с девушкой поссорился, начал стекла бить, вот, ну, вот, на входной двери. Его там усмиряли, то есть, это по камерам прям мне там знакомый присылал. Какие-то там пьянки, дискотеки ночью, летом здесь, это регулярно, да, то есть, ну, вот, опять-таки, кондиционер спасает, окна закрыл, с кондиционером сидишь, ты ничего не слышишь, окна откроешь, все там, просто вот, ну, как днем. Только с музыкой, с плясками, с танцами и так далее. Вот, то есть, очень много, ну, реально, по началу случаев было, да, то, что, ну, народ там, видимо, на фоне того, то, что купили квартиры, почувствовали свободу, такие, давай, там, кутите, просто здесь, ну, полный, полную анархию устраивать. Машин полно, сейчас зима, я вам показываю кадры с коптера. Зачем нам сидеть за столом и рассказывать, когда все это можно дело показать? Друзья, вот, казалось бы, да, визуально машин полно, соответственно, есть ощущение, что это парковочная зона. Саш, это парковки? Нет, это газон. То есть, получается так, то, что сейчас пока снег, кажется, что парковочные места, народ заезжает через тротуар, ставит машины. Но, на самом деле, здесь и летом, и весной, и осенью так, то есть, круглогодично. И получается то, что, вот, обрати внимание, сейчас асфальт вроде более-менее чистый, да. Весной, осенью, когда вот эта слякоть, грязь, люди продолжают ставить здесь машины, и они выезжают через тротуар. То есть, вот здесь реально невозможно будет пройти ни с ребенком, ни с коляской, потому что все дико в грязи. Вот она, Рытвина, пожалуйста, все здесь. Вот так вот, ребята, Новотрой, все чисто, красиво на сайтах. Приезжаешь, когда люди заселились, конечно, в этом не вина строщика. С другой стороны, должен работать, должен организовывать. Если нехватка мест, значит, что нужно делать? Значит, нужно здесь организовывать парковочные места. Как-то этот вопрос прорабатывать? У нас появился в ЖК, как его называют, Зорро. Я не знаю, насколько это правильно, да, то есть, оценку делать сами. Люди, которые здесь живут, они понимают, где газон, ну, а где, собственно, парковка. Вот люди, которые перестали понимать, где парковка, начали ставить свои машины на газон. Он что делал? Он сначала первому человеку, по-моему, он краской черной написал нехорошее слово на капоте, прям раскрасил всю машину. Ну, то есть, это реально человеку ущерб нанес. Остальным потом он начал, по-моему, краску выливать на лобовое стекло. Единственное, я увидел то, что человек, которому краску вылили, это там старый рейндж-ровер какой-то был, вот, он уже не ставит там машину. Рядом с домом есть лес. И с одной стороны, казалось бы, о, как здорово, и застройщик на это делал акцент, что лес есть, где-то у вас здесь еще озеро есть. На сегодняшний день, вот мы заезжаем, запарковались, возле леса начали снимать. Я вижу одно, что лес это, ну, мягко говоря, общественный туалет. Просто все, я уже заизвернусь засада. При этом, когда наступает весна, ты говоришь то, что лес этот превращается в шашлычную. Все верно. Как это происходит? То есть у вас, получается, так тоже здесь все же в дыму стоит? Да, все, верно, все, лес, весь лес стоит в дыму. И, ну, дворы в дыму, да, соответственно, все как бы есть. И знаешь ситуацию, вот я сейчас специально посмотрел Яндекс.Карты, чтобы память освежить. Это не просто лес, это называется Зенинский парк. Собственно, вот они, последствия шашлычного леса у тебя под окнами. Сейчас на улице, мне кажется, уже градусов минус 20. Народ все равно, смотрите, толпой жарят шашлычки, кайфуют, балдеют. И вот, покажите, дома прямо под боком, пожалуйста. Ты выходишь и прямо сразу попадаешь в зону барбекю. Но что самое обидное, с одной стороны, вроде бы здорово, а с другой стороны, парни, ну, гляньте, все пошвыряли. Это еще хорошо, что сейчас снег прошел, и все, так сказать, мусор весь припорошил. Сань, когда я сюда приходишь весной, прям реально полно грязища. Да. То есть прямо швыряют, и всем пофигу. Спасают субботники, которые проходят во время майских праздников. И то есть я правильно, так вот видно, люди с детьми, вроде бы все взрослые, вроде так все это дружелюбные, адекватные, но при этом доели и домой спать. Да. Народ, пишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу, потому что на самом деле, казалось бы, так круто, да, когда ты выходишь, у тебя рядом с домом лес, можно выйти, побегать, тут еще где-то озеро есть. Но все равно, это же здорово, это даже и преподносит, как один из плюсов подобных ЖК. Но вот человек вам рассказывает реальность. Хотя вот так вот, если зайти сейчас, поначалу не подумаешь, что здесь свинарник в лесу. Здесь планируется платная трасса Москва-Казань. И скорее всего, вот весь этот лес будет застелен красивым асфальтовым полотном, в котором будут ездить машины. На майские праздники регулярно происходят субботники, и вывозят несколько контейнеров мусора, которые за буквально пару месяцев благополучно туда свозятся людьми. То есть люди пожарили шашлычки, то есть там есть специально оборудованные места, там порядка шести или пяти столов. Это одна из активисток выиграла грант у губернатора Московской области, у Воробьева. Выделили деньги, соответственно, она на эти деньги решила сделать доброе дело. И прямо вот люди, где покушали, мусор собрали, хорошо, если завязали и рядом поставили. А бывает так вот раскинут, и все. А летом, соответственно, люди, ну, веселье, охота, градус повышается, мясо вкусное, да, там алкоголь какой-то присутствует и прочее. На машинах прям въезжают, открывают багажники, музыка долбит. Я просто помню, мы, действительно, ну, я тоже не святой человек, вот мы с ребятами отдыхали, получается, позапрошлым или прошлым летом. Отдыхали просто с колонкой обычной, вот. Я помню, передоставим. Беспроводной, да. К нам подходит мужичок, говорит, ребят, говорит, я, говорит, все понимаю, говорит, я живу, то есть не вот-вот в этом доме, который близко к лесу, а за ним. Я, говорит, слышу, мне завтра на работу, ребят, можно потише? Мы такие, ой, слушай, мужик, извини, потише, потише. Но опять-таки градус был, да, и потом опять там музыка туда-сюда, но больше он не приходил. Ну, то есть слышимость, она дичайшая. И люди реально страдают. Вот те, у которых вид на лес, типа, и так далее. Слушайте, вот на самом деле, вот важный момент, вот послушай, да, человека, вот вообще просто свиньи, вот как по-другому еще сказать? При этом эти же люди, вот, ребят, кто живет в этих ЖК, вот, если вы смотрите, напишите. Вот вы наверняка жалуетесь на то, что здесь рядом мусороперерабатывающий завод, то, что он там дымит. При этом, как бы, народ раскидывает сам мусор. Казалось бы, вы здесь живете, это ваш район, вы должны за ним следить. Есть претензии к застройщикам, не то и не так сделали, но при этом это нехорошо. Это нехорошо. Надо, знаете что, надо вам дать ремня, поймать и прям выпарать. Но если там, допустим, в кинотеатр, это куда ехать? В Москву или в какую-нибудь... В Москву или в Люберце. Ближайшие здесь, ну, тоже на кематрах восьми, но там, блин, через дикое количество светофоров, неровных дорог. Это, например, торговый центр «Светофор». Вот, а все остальное, пожалуйста, Москва, Ксено, вот туда, вперед с песней. Саш, вот мы пока с тобой стоим, общаемся постоянно. Вот, покажи, пожалуйста, вот эту вот картину. И это происходит здесь постоянно. По выходным особенно. По выходным особенно. Особенно сейчас слева, справа машины понаставили. Люди друг в друга упираются, начинают вот это вот сигналить друг другу. Драки, наверное, происходят, нет? Я лично не видел. Ну, наверное, бывают, вот. Ну, вот я лично не видел. Застройщик схватили за жабры. Ребята, вы обещали нам крутые паркинги. Где? Они придумали гениальную тему, как с этой историей спрыгнуть. Одно парковочное место, 450 тысяч рублей. Плати аванс прямо сейчас. Мы наберем нужное количество людей. После этого мы вам построим крытый паркинг. Пожарная безопасность. Здесь вообще очень интересная история. Кнопка вот этой пожарной безопасности, там пожарный пульт или как, там аварийная ситуация, она стояла в очень неудобном месте. То есть сейчас, если ты заметишь, вот где куртки наши висят, там прямо посередине стояла вот эта пожарная кнопка. Я позвонил в управляющую компанию, говорю, слушайте, ребята, вот очень неудобно поставили, можно я ее перенесу? Они говорят, вот тебе номер телефона диспетчера пожарной службы, обратись, они тебе скажут, звоню им, говорю, ребят, можно перенести? Говорят, да, можно, дом не подключен, поэтому смело все вытаскиваю, все заново делай, все. Я убираю кабель-канал и смотрю то, что, а ничего не соединено. Более того, провод идет с потолка, он на 20 сантиметров просто свисает и больше ничего нет. Короче, она есть, но ее нет. Ну, рабочий просто скосящик, да, все верно. Ну, сейчас ее вообще нет, я даже не стал заморачиваться, я просто провода заизолировал и все, как бы, ну, толку с нее. Больше всего я офигел, когда ты рассказал про историю с колясочной. В подъезде есть отдельная зона, куда можно ставить коляски для родителей. Вы поставить ее не можете, потому что там постоянно все занято. То есть, кто первый поставил, тот и поставил. Но самое было прикольное, что однажды вместо коляски человек что поставил? Ну, в каком-то другом доме рассказывали, что человек в колясочной поставил мотоцикл на зиму. Вот это вам вообще кайф, вот просто это прям браво, я аплодирую стоя. Я просто знаю, например, еще историю, то, что некоторые люди там шины хранят. И хранят ли или пытались хранить, не знаю, но, ну, как бы, вот истории такие есть. Общение с Александром у нас продлилось на протяжении 5 часов. Мы записали 200 гигабайт материала. И если ничего не урезать, то ролик получился бы часа на два. В процессе общения он рассказал, что обои отваливались. Пол в зале загулял и начал скрипеть. По совету отца он начал проверять розетки и выяснил то, что провод ближайшие 20 сантиметров вообще оголен. Рассказал интересную историю с затопом, которая коснулась многих жильцов, но их, к счастью, обошла. И коснулась она тех, кто менял полотенцесушители, которые были установлены изначально застройщикам. Факт в том, что люди, вернувшись домой, наблюдали у себя в ванне хороший, мощный затоп. Рассказал о том, что у них за год 3-4 раза льется коричневая вода. А в некоторых домах это происходит чаще. Многие жильцы после въезда не меняли входную дверь, которая была установлена застройщиком. Естественно, в этих домах зачастую встречались грабежи. Полиция. В их районе долгое время не было полиции. Сейчас построили опорный пункт, в котором пару раз в неделю, как он говорит, происходит прием полицейских. Но в целом, если вдруг вы кому-то будете звонить ночью, вероятность того, что к вам оперативно приедут, крайне мала. Пожарные службы. Та же самая история. Поблизости части нету. У них как-то раз летом на третьем этаже горела квартира. Пока пожарные приехали, им негде было запарковаться, потому что во дворах все заставлено по полной программе. Квартира успешно сгорела. Рассказал историю, связанную с балконом. Мы вам показали, что он не утеплен, и то, что по сути, он сделан по технологии ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Однажды один человек с этого балкона выпал. Вместе с балконом. Балкон просто-напросто развалился. Застройщик и местные власти им постоянно что-то обещают. Так, например, больница. Им долго говорили, что вот скоро мы рядом с вами построим вам больницу. Пару лет назад началось строительство, и вот, пожалуйста, вы видите этапы строительства. Да-да, на этом месте должна быть местная больница. В общем, друзья, Александр предоставил достаточное количество информации для того, чтобы у вас сложилось впечатление, каково жить в подобных районах. При этом, задавая ему вопрос, ну каково оно тебе, хотел бы ты отсюда сбежать. Он говорит, в целом, да все пережили, как бы такого, чтобы мы там были в панике, чтобы у нас был стресс, не было. Это все сложности жизни. Такое может быть абсолютно везде. Хочешь что-то себе крутое, пожалуйста, купи себе частный дом, купи себе крутую квартиру, когда у тебя есть на это достаточное количество средств. И фишка этих роликов в том, что мы не делаем какие-то рекламные обзоры на ЖК. Нет, мы делаем все независимо. Мы берем жильца, который готов рассказать, который готов пустить себе домой, который готов поделиться как плюсами, так и минусами. Друзья, все детально рассказали. Я думаю, ролик получился мега насыщенным по информациям. Тебе огромное спасибо. Спасибо. Футболка у тебя просто потрясающая. Нам остается только сделать выводы и двигаться дальше. Вот такой у нас получился живой жизненный сюжет. Человек прожил 4 года, дал полный развернутый отзыв. Мне кажется, вот такие ролики, они действительно и интересны, и полезны. Как минимум, вы можете сейчас не планировать куда-либо переезжать, но хотя бы проезжая мимо подобных ЖК, подобных районов, вы уже будете в реале представлять, что это такое. Когда у вас лес рядом с домом, когда у вас многоэтажки, когда у вас это все наставлено с тачками, какое качество современного строительства. В общем, друзья, ваше мнение высказывайте в комментарии, что вы думаете по поводу подобных жилых комплексов в 8 километрах от МКАДа. Если вы готовы пригласить нас к себе в гости, показать плюсы, минусы вашего дома, вашего жилого комплекса, загорода недвижимости, мы будем только рады к вам приехать. Все контакты со мной в описании к видеоролику. У меня на этом сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока.